И так, нет, действительно, очень правильно сказал Олег. Боже, спасибо Тебе за Твою благодать и милость, которую Ты даешь нам, что Ты учишь нас, как Отец учит детей. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты, Боже, настолько сильно нас любишь, Господь, что Ты не даешь нам оставаться прежними, но меняешь нас, преображая по Своему образу и подобию. Помоги нам быть открытыми для Слова, помоги нам быть не просто слушателями, забывчивыми, Господь, но теми, кто применяет Слово в свою жизнь и изменяется под это Слово, Господь. Благословен Ты Бог, учащий нас. Выше Мишуа Машеха. Амин. Амин. Вы знаете, друзья, то Слово, которым я хотел бы с Вами поделиться сегодня, оно очень интересно пришло в мою жизнь. На прошлом служении, позапрошлом, когда я проповедовал, я помню, что как только я спустился вот отсюда, внутри своего сердца я вдруг как бы почувствовал внутренний такой разговор с Господом. Бог мне говорит, я хочу, чтобы Ты проповедовал на вот эту тему. И Он мне четко говорит название того, что вот как я должен говорить. И внутри себя я, у меня впервые вот именно так как-то происходит у меня внутри. Я говорю, Боже, а давай я немножко перефразирую вопрос. Ну, знаете, оно же как бы, и внутри я понимаю, что нет. И вот такое вот, вот я хочу, чтобы так было. Честно, две недели я боролся с этим, ну, внутренне. Вот какое-то, мне снилось уже. Среди ночи я просыпался и говорил, давай по-другому. Он говорит, нет. Ну, вот внутренне такое какое-то вот состояние очень страшное. Внутренне я слышу конкретно. Бог говорит, я хочу, чтобы Ты говорил о том, как жить с тем, кого Ты не любишь. Как жить с тем, скажи о том, как жить с теми, кого Ты не любишь. Я понимаю, что, ну, вот оно звучит безобидно, с одной стороны. С другой стороны, оно звучит очень по-особенному. И я, в конце концов, сдался, поэтому давайте посмотрим, что с этого получится, да. И доверять Господу, что Он понимает наши нужды. Когда я говорю об этом, как жить с тем, кого я не люблю, что я имею в виду? Вы знаете, вокруг нас очень много людей. Ну, это понятное дело, да. И не все те люди, которые вокруг нас, это плохие люди. Что верующие, что неверующие. Вокруг нас очень много хороших людей. Мы помогаем друг другу, мы поддерживаем. И бывает такое даже, что неверующие люди способны явить больше милости, чем братья и сестры. Правда? Какой-то финансовой, вот каких-то, ну, вот что-то поддержать, если очень сложное. Но есть вот люди, которые вокруг нас, которых мы откровенно не любим. Всем сердцем и всей душой. Ну, я понимаю, что, да, об этом не принято говорить. Но, если честно, то вот так вот, если положить руку на сердце, то мы втихаря, мы не скажем об этом слух, но мы желаем им зла. Бывает такое, да? Ну, может быть, это о каком-то другом, но есть такое, что есть вот такой вот особой категории люди. И они так сильно что-то сделали в нашей жизни, что внутри себя, если бы они умерли, мы бы не расстроились. Это могут быть, знаете что, это может быть муж с женой так живут. Это могут быть родители с детьми, и эти дети, они смотрят на родителей и просто внутри себя вот что-то такое. Это могут быть старые неверующие родители, которые просто выносят вам уже голову так на вылет, что вы просто реально понимаете, что вы настолько сильно устали от этого всего. Но вам приходится с ними жить. Это могут быть соседи, совершенно просто отмороженные, какие-то ведущие, ну, жестко такой против вас, или какой-то просто такой образ жизни, который вы уже настолько, ну, как бы опротивили, что вот даже если что-то случится в их жизни, вы не расстроитесь внутри, настолько сильно оно ожесточило сердце. И в любом случае мы никак это не высказываем, никак это не говорим, но уж точно мы не спешим их благословлять или как-то что-то выражать в их сторону. Ну, в общем-то, мы хотим суда Божьего для них. Правда? Пусть Бог придет, пусть Бог придет и просто порвет их, как тузик, грелку. Вот я буду стоять и смотреть, потому что они достойны этого. И пускай они почувствуют, как больно они меня обижали все эти годы, как я настрадался, сколько я потратил, сколько я пережил, сколько внутренней. Вот эта рана, она такая сильная, что я хочу суда, я просто требую суда Божьего. Общаясь с определенным количеством людей за последнее время, очень удивительно, но я увидел, что таких людей много. Друзья, я общался в основном с верующими, и они мне рассказывали свои истории, и я видел, что они говорят об очень близких людях, очень близких, они открывают свое сердце, и я понимаю, что это такая большая рана, и никто не знает, как с этим жить. Никто не знает, как вот это победить, как выйти на гору и сказать, я свободен от этого, благослови Господь. Вот сказать так, чтобы по-настоящему это произошло. Внутри, чтобы ты освободился от этого, от вот этого горечи, вот этого всего того, что накопилось. Это состояние, оно способно вытянуть столько силы, что человек вообще ничем заниматься не может. Я встречал такое, когда просто человек, но он ничего не хочет, у него приходит глубочайшая апатия в жизни, никаких, какие там цели, какие там великие духовные победы, или еще что-то, просто я ничего не хочу. Я хочу лечь и тихонечко где-то лежать, пока не наступит смерть. Так настолько сильно дух человека поражается, друзья. Настолько сильно, вот, ну, оно как бы контролирует, оно живет в сердце человека. Когда мы говорим фразу «я не люблю кого-то», мы понимаем, что это фраза, которую верующие не должны говорить. Правда? Это непопулярно, то, что я сейчас говорю, потому что, ну, как бы принято говорить о более возвышенных вещах, но я вижу, что реальность такова, что, может быть, и непопулярно, но мы с этим живем, и страдаем, и мучаемся, и не знаем, что с этим делать. Как верующие мы понимаем великие стандарты. «Благословляй», «люби», там, «будь обиженный» и все-все остальное. Но что делать с этой болью, которая вот так накатывает? Что делать с этим отвержением, которое вот так вот, ну, стоит над тобой, и ты не знаешь, как это победить? Когда вот обратно же все эти две недели я размышлял об этом всем, вот внутреннем состоянии человека, верующего, страдающего, Бог мне напомнил одну историю библейскую, тоже верующего человека. Вот когда я вот в этом контексте посмотрел на все то, что происходило в его жизни, я понял, что мы можем чему-то научиться из этого. Не спроста Бог помещает эту историю, этого персонажа, нам есть о чем поразмышлять. Это выход для нас, понимание определенных вещей. Речь идет о пророке Ионе. Помните, да, такого? Очень странный человек с точки зрения, как бы, вообще всего. Вы знаете, что Иона был верующим человеком. Он был тем, кто служил Богу, он был пророком. И его книга, она очень небольшая, но она больше похожа где-то на сказочную какую-то повесть, на какую-то просто былины какие-то. Но, тем не менее, в ней очень интересная мысль есть. Вы помните, из чего состоит книга? Бог обращается к Ионе, к еврею. Он был не простым евреем, он был националистом. То есть он тем, кто был, ратовал за чистоту нации, тем, кто, ну, как бы, следовал за Божьим. Зелотом был, таким ревностным человеком. И Бог говорит ему, послушай, Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и сказал им о том, что если они не покаются, то они умрут. Они умрут. Чтобы вы понимали, как это было, вот вообще степень происходящего, представьте Европу после Второй мировой войны. Представили, да? Вот Германию победили. Ну, имеется в виду нацистскую Германию. Победили. Ужас. Открыли Аушвецы, открыли Дахау, открыли все концлагеря, увидели все то, что там происходило. И вот к одному из таких евреев приходит Господь и говорит, послушай, ты должен пойти, например, в Берлин и сказать им, покайтесь, иначе вы погибнете. Понимаете, да? Человеку, который пережил этот Холокост, пережил все. Ну, то есть по тяжести послания это было именно такое послание. Потому что неневитяне, они были невероятно жесткими врагами Израиля. Они уничтожали нации и делали это просто ужасно. Просто ужасно. Поэтому, когда Иона это слышит, он не готов это принять. Его сердце, оно настолько внутри возмущено, что он просто не согласен принимать такое послание. Он просто готов умереть, но не пойти. Как это так? Я пойду и скажу им, что они могут спастись. Они достойны наказания. Я хочу, чтобы суд Божий пришел в ихнюю жизнь. Я хочу сидеть на берегу какой-то, наверху какой-то горы и смотреть, как огонь падает и сжигает их дотла. Никого не должно остаться. Немало, даже имени не должно остаться. Понимаете, да, состояние? Похоже на то, что вот я говорил с самого начала. Похоже на состояние, которое мы имеем по отношению вот к этим людям, с которыми нам очень тяжело жить. Я говорю о широком понятии жить, да? Это может быть и семья, и работа, и друзья, и просто люди, которых мы не знаем. Итак, мы видим, что Иона, он реально убегает от Бога. Он не хочет нести слово о милости. И он нанимается на корабль, садится на корабль, чтобы плыть в совершенно другую сторону. Вот просто в совершенно другую сторону. И Бог не отпускает его. Бог не закрывает глаза на состояние его сердца. И начинается шторм. Помните, да? И он прекрасно понимает, что происходит. Он выходит на палубу, видит шторм. И говорит, я знаю это от меня. И пошел дальше спать. В это время корабелы, которые моряки, которые как бы спасаются, они вообще язычники. Если вы посмотрите в Библии, они язычники. Каждый из них молится своему Богу. Они пытаются грести со всех сил. И капитан приходит и говорит, послушай, может и ты помолишься своему Богу. И он понимает, что молиться нет смысла. Он знает, что Бог хочет от него. Он говорит, в общем-то, это из-за меня. Вы можете меня выкинуть. Хороший выход, правда? Он говорит, можете меня выкинуть в море. И все успокоится, не переживайте. Но они, хоть и были язычниками, они говорят нет. И они начинают еще больше грести. Вы помните, да? Они готовы были проявить милость к нему. Хотя они могли бы очень быстро и легко решить этот вопрос. И никто бы не узнал, но смыло человека за борт. С кем не бывает в те времена. Правда? Но они так не поступают. Они пытаются его спасти. В конце концов, уже когда нет ничего, ну не могут они ничего сделать. Они кидают его. Вы помните эту историю с рыбой. Три дня он там сидел в этой рыбе. Что это было, мы не знаем. Что это была за рыба? Как это было? Но там Бог начинает говорить к сердцу Ионы. И он, как бы, интересно, смотрите, что он соглашается идти. Но внутри него по-прежнему вот эта горечь и эта рана, он по-прежнему ожидает суда. Его заставили. Знаете, вот такое бывает, когда вы берете там ребенок, вот стоит, и вы его вот заставили что-то сделать. Он говорит там, расскажи стишок, не хочу, расскажи, не хочу, расскажи, сказал, а то там мультиков не будешь смотреть. И все, и он стоит, и он рассказывает. Он ненавидит этот стишок, да, внутри себя, но он расскажет, потому что он понимает, что есть сильнее тот, кто, ну как бы, тебя остановит. И вот Иона, он приходит в Неневию. Это еще нужно было пройти от моря. Если вы посмотрите по карте, это там достаточный кусок надо было пройти. Он приходит и начинает проповедовать. И вы знаете что? Они начинают каяться. А внутри по-прежнему желание Божьего суда. Внутри по-прежнему желание горящего огня, как в Содоме и Гоморре. Пускай все оно сгорит. Как? За что? Почему они должны покаяться? Они не достойны покаяния. Я не считаю их достойными покаяния. Пусть будет суд. Я требую этого суда. И вы помните, что когда они покаялись, Иона был очень сильно раздражен. Он огорчился. Там так и написано. Он был, это 4 глава, 1 стих. Он выходит за город, но он совершенно не согласен с тем, что делает Бог. И в своей горечи просто он молится и говорит, это вот 4 глава, 2, 3 стих. И молился он Господу и сказал, о Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Харсис. Ибо знал, что ты Бог благо и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Вы видите, что он говорит, да? То есть его сердце, оно настолько вот пропитано вот этой горечью, что он совершенно не понимает сердце Бога. Он настолько, ну как бы, наполнен вот всем тем горем, которое неневитяне в свое время сделали еврейскому народу, что он просто говорит, я знал, что ты такой. И это так похоже на нас, правда, друзья? Мы, живя с такими людьми, мы знаем, что Бог их любит, но мы хотим суда. Мы знаем, что мы должны говорить определенное послание милости в ихнюю жизнь, делать определенные поступки милости в их жизнь, но мы хотим суда. И подчас это настолько сильно, что мы хотим смерти. Мы согласны на смерть, мы видим, что в течение всех этих глав неоднократно он снова и снова приходил к этому моменту. Я лучше умру, чем будет им хорошо. Я лучше просто пускай что хочу, я понимаю, что это неправильно, но пускай это будет так. Я не хочу, чтобы им было хорошо. Вы помните, дальше Бог, он пытается учить Иону, как такого маленького сына глупого, да? Он выращивает растения, это с 8 стиха 4 главы. Когда же взошло солнце, Бог навел знойный восточный ветер, и солнце стало полить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. Снова, да? И сказал, лучше мне умереть, нежели жизнь. Снова. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растения? То есть, Бог вырастил ему лопух какой-то, который прикрывал его голову. И этот лопух, он засох на следующий день, и он снова расстроился, бедолага. Он говорит Бог ему, неужели так сильно огорчился ты за растения? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Это верующий человек, друзья. Это пророк Божий. Тогда Господь сказал, ты сожалеешь у растения, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Неневе и города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота? Ты не растил его, но ты так аж до смерти. Бог говорит, послушай, сравни. Ты жалеешь о том, что ты не творил, но я сотворил такое большое количество людей. Они очень глупые люди. Их духовный уровень такой, что они не могут отличить левую руку от правой. Они не умеют даже выбрать добро или зло. Вы помните, что в Торе описано о том, что взрослое состояние человека наступает тогда, когда ребенок может отличать правую руку от левой. То есть когда он способен делать такой грамотный, взвешенный выбор. Он говорит, эти люди не могут выбрать даже толком. Они не знают, как выбрать правильное поведение, правильные поступки. Но это очень похоже на нас. Бывает такое, что кто-то нас обижает, по-настоящему обижает. Знаете, я сейчас не говорю о том, что кто-то просто там плюнул или толкнул там, знаете, или как-то там фыркнул в нашу сторону. Но так, реально обидел. И мы реально желаем ему смерти. Всем сердцем и всею душою. Но через некоторое время Бог начинает стучать в ваше сердце и говорит, прости его. Ты говоришь, нет. Ходишь с этим, и ты снова чувствуешь, как Дух Святой, Он стучит в твое сердце и говорит, прости его. Пойди и скажи Ему слова милости. Пойди и скажи Ему слова, которые помогут Ему выйти на свободу. Ты говоришь, нет. Не скажу. Он не достоин милости. Я сделаю все возможное, чтобы Он это понимал, и что наше примирение невозможно. Бог стучит в наше сердце и говорит, пойди и прости своего отца. Нет. Пойди и прости свою маму. Нет. Свою сестру. Нет. Брата, того, с кем ты работаешь, своего соседа, прости его, отпусти его. Нет. Нет. Боже, я знаю. Я знаю, что ты умер за всех, но я не согласен с таким порядком вещей. Не буду. И мы начинаем бегать от Господа. То туда побежали, на одно служение, на другое, подальше, куда-нибудь, только бы не пересекаться с теми, кого мы не хотели бы помиловать. Очень похоже, правда, друзья? Очень похоже. Но проблема в том, друзья, что это в нашем сердце беда. Что это у нас, а не у человека, проблема. Эти люди на самом деле могут никогда и не покаяться. Никогда могут не покаяться. Но знаете, что интересно? Не невитяне, они покаялись, но проблема осталась у Ионы после покаяния. Улавливаете, да? Не невитяне, они покаялись, но сердце его, оно было настолько сильно отравлено, что оно по-прежнему было закрыто для милости. По-прежнему. Для Ионы вообще ничего не изменилось после их покаяния. Все стало только хуже. Настолько сильный, горький корень. Итак, друзья, почему так происходит? Почему Бог допускает, что такие люди живут вот с нами? Мы с ними живем. Почему Бог допускает, что они есть в нашей жизни? Вот такие тяжелые камни неподъемные для нашего. Почему у нас есть вот именно такие родственники? Почему они поступают с нами так? Почему у нашей родители так вот ведут себя? Или соседи, или еще кто-либо. Я хочу вам сказать, почему. Так устроен этот мир. Вы должны это просто принять как данность своей жизни. До конца, до полной победы Ишуа Мессии это будет происходить. Более того, Тимофей во втором послании, третьей главе, первом стихе, он говорит, что знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. И дальше идет огромный список того, какими будут люди во эти времена. Это было сказано 2000 лет назад. Он говорит, что в последние дни будет все очень плохо. Люди будут напыщены, они будут горды, они будут непослушные, непокорные. Они будут поступать очень нагло и дерзко и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, увеличение зла — это признаки последнего времени. То есть, иными словами, мы никуда от этого не денемся. Всегда будет тот, кто будет пытаться разрушать нашу жизнь. Тем или иным образом. Кто будет претендовать на наше сердце, претендовать на нашу свободу. Люди, которые будут атаковать своей нечистотой нашу жизнь. Поэтому, друзья, нам надо научиться побеждать эти состояния. Нам надо научиться выходить из этих состояний, в свободу Божию. Иначе мы будем, как и она, просто лежать, огорчаться и требовать смерти. Боже, пускай я лучше умру, чем так жить. Не обязательно, друзья. Не обязательно умирать. Итак, я верю, что Бог ожидает от нас того, чтобы мы стали каналом Его любви. То, что Он ожидал от Ионы. Он ожидал, что Иона будет тем проводником, который приведет неневитян к Божьей любви. Кто покажет. Для них Он тоже был. Вы понимаете, что интересно? Что для них как раз-то Он и был вот таким вот посланником милости. Правда? Вот представьте, они слушают Иону. Они говорят, кто это? Это еврей. А, это тот народ, который мы там, короче говоря, завоевывали. Знаем. И Он что, пришел к нам? И Он нам говорит и предупреждает нас об опасности? То есть, в их глазах Он был каналом любви для них. Те, кто приносит реально известие о спасении, известие о милости, о прощении, о том, что оказывается суда, который мог бы быть, ну, его можно избежать. Давайте покаемся. Раз этот еврей настолько смиренный, что пришел. Но мы понимаем, что внутри он не был смиренный. Внутри себя он имел сложность. И многие эти люди, они, вот, ну, те, которые творят зло, они выросли в таких обстоятельствах, как неневитяне. Они не умеют, они не умеют по-другому. Они привыкли завоевывать, они привыкли выгрызать, как-то забирать. Они не попросят, они заберут. Они заберут. Вот так их, и это надо понимать. Вы знаете, я помню, однажды в нашей жизни была такая интересная, ну, такая история была. Когда-то давным-давно мы приехали в Одессу, и мы снимали квартиру. Я помню, что, ну, знаете, когда вы приезжаете вот в новый дом, в новую, как бы, квартиру, вы же никого не знаете. В каждом подъезде есть свои какие-то правила, там, где там, что там закрывается, открывается, ну, по-разному, да. Я помню, что мы когда заселились, буквально сразу же к нам пришла такая бабулька, женщина. Она такая, знаете, небольшого роста, такая лихая одесская жиночка, скажем так. Вот, она позвонила так в звонок жестко, говорит, значит, так, меня зовут Баба Люба. Я здесь, как бы, старшая в этом подъезде, и все здесь согласовывают со мной все то, что здесь происходит. Ну, сразу сходу. Я же не знаю, кто она такая вообще, правда, но она так уверенно говорит, ну, значит, старшая, окей. Она говорит, значит, я убираю здесь подъезд, поэтому каждое, там, третье число ты будешь мне платить 5 рублей. И смотри, значит, вот, ну, и там объяснила мне. Я говорю, хорошо. Ну, понятно дело, какие правила, такое бывает. Буквально прошло несколько дней, снова там с утра, в 7 утра просто звонок такой. И с таким криком и стуком в двери, открывай, давай быстро, там, 5 рублей мне давай. Вообще, я просто аж не ожидал, знаете, такое вообще просто за 5 рублей до воскресенья, 7 утра и начинается. Я говорю, а можно как бы так не делать? Вообще, ну, как бы, вы что, понимаете, у нас ребенок маленький, вы же, ну, что мне твой ребенок? Какие там, такое просто вообще, капец. Ну, ладно. Через определенное время повторяется, но повторяется все в совершенно каких-то жестких таких тонах. Она просто орет, она просто не закрывает руку, просто орет, понимаете? Так что и на разговор она не идет. Вот с ней нельзя, вот, как с человеком поговорить о том, что, послушайте, я вас прошу, там, тра-та-та. Ну, просто вообще, вот, неадекват полнейший, злой человек, злой, и говорит просто вот, ну, вот, сразу все начинается с мата какого-то, с какими-то такими. В какой-то момент я посмотрел на нее вот так вот, где-то выловил паузу, говорю, значит, так, баба Люба, значит, я вас не нанимаю, чтобы вы убирали у меня подъезд. Я не буду вам платить, не приходите ко мне. Но она понимает, что она не может это сделать, потому что она ж моет все, да? А с другой стороны, я говорю, мне не надо, вы орете, вы унижаете нас, я отказываюсь вам платить. И закрыл двери. Она звонила, она, вы знаете, где-то три месяца, три месяца, натурально. Мы уже молились на домашней группе за нее так очень сильно. Я уже думал, может, сходить к участковому, написать на нее какое-то заявление или что. Она говорила такие невероятные вещи, просто про меня. Потом она узнала, что я хожу в какую-то общину. Она обещала жаловаться на то, как унижают пенсионеров. Ну, короче, все, что только могла, она говорила. В какой-то момент, уже где-то к концу третьего месяца, она, знаете, поменяла свой тон. Она поняла, что как бы я с ней не разговаривал, ну, просто. Во-первых, невозможно было, потому что она не давала, ну, как бы, возможностей. В какой-то момент она просто приходила к дверям, так интересно, и скулила, да. Она такая, позвонит, я говорю, кто там? Она, это я. Я говорю, что вам надо? Ну, может, заплотишь? Ну, как бы я же не перестал платить. Я говорю, нет, уходите, я вас не нанимал. Она такая, ну, может, заплотишь? Ну, как бы, я говорю, нет. Каких-то из дней, когда ее голос вообще был такой, знаете, дребезжащий, я вышел к ней и говорю, значит, так, давайте мы с вами так договоримся. Ну, и вот ее сердце уже было готово к тому, чтобы слушать меня хоть немножко. Я говорю, во-первых, вот так не делаем, во-вторых, вот так не делаем, в-третьих, вот так не делаем. Согласны? Она такая, согласна. Я говорю, вот вам, и даю, и плачу ей за все месяцы, которые она убирала, ну, прошлым числом, за те, что я обещал ей не платить. И ее сердце просто разбилось прямо там в коридоре. Просто я вам серьезно говорю. Это было такое, знаете, сейчас я понимаю, что это, знаете, ну, как бы история такая вроде бытовая, но тогда это уже была реально проблема для нас. Когда человек в 7 утра приходит к тебе домой и звонит в дверь, у тебя маленький ребенок, который не спал полночи, и ты сам не спал, и вот это все, и он тебя просто постоянно обзывает, понимаете, это очень проблема. И в какой, ну, вот я ей заплатил, и невероятное изменение в ее жизни произошло. Она полностью смирилась. Вот такое вот просто, как будто, знаете, вот это вот, что вот ей заплатили, что вот ее, как бы, все равно при всех этих, она ничего не могла сделать, она это поняла. Сначала она орала, обычно это помогало, но потом она поняла, что она не может ничего сделать. Ну, я не обязан ей, мы не должны никому. Вот. И она говорит, я слышала, ты верующий человек. Я говорю, да. Она говорит, я тоже верующая. Я там, да, я думаю, нормально так, да. Говорит, я хожу в православную церковь, пошли я тебе иконы свои покажу. Я говорю, ну, пошли, пошли к ней. Она, вот это там та икона, то, то. И она открылась к Евангелию, вы знаете. Вот реально так. Она говорит, у меня есть сын, внук, может, ты покрестишь его мне. Ну, типа, знаете, как, я думала, что я батюшка. Я говорю, да нет, надо там вот это, вот это, вот это. Но с той поры ее жизнь и отношение именно к нам, оно полностью. Вот мы проходим с семьей по лестнице, она нас встречает и говорит, ой, это вы, боже, какие вы взрослые, ну, дай Бог здоровья вам, дай вам Бог здоровья. И я вспомнил, знаете, такое есть, что когда человеку, угодные пути, когда Господу угодные пути человека, он и врагов примиряет с ним. Он примиряет с ним. Я понимаю, что можно было пойти разными путями в этой ситуации. Можно было бы очень сильно ее как-то присынуть, но в конце концов, кто она, правда? Ну, как-то там можно было, знаете, выйти, гаркнуть на нее, там еще что-то. И это не было бы словом милости для ее жизни. Она не научена, она так выросла, она реально, ну, просто она привыкла почему-то вот выгрызать этих пять рублей. Я ж не против заплатить, она нормально убирала более-менее. Ну, как бы, я бы и платил без проблем. Но вот зачем выступать? И я понимаю, что многие эти люди, которые вокруг нас, они нас ранят. Еще раз я говорю, что это могут быть наши родители, которые выросли в совершенно каких-то темных условиях. Они не знают Евангелия, их никто не учил быть родителями. Но внутри нас вот эта вот горечь, она такая сильная, что мы не можем проявить милость к ним. Понимаете, да? Мы не можем выйти им навстречу. И надо это понимать. Надо это понимать. Матфея в Нагорной проповеди, 5 главе, 43-48 стихах, там говорится, ну, очень известное место. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Смотрите, тут конкретные, как бы, советы, что делать. Что делать? Любите. Да, мы не можем их сейчас любить, но мы можем делать что-то дальше, то, что там написано. Мы можем молиться за них. Правда? Ну, реально, это же выход. Мы молились за эту женщину всей домашней группой. Просто, целенаправленно, конкретно молились, и Бог сломал ее сердце, об колено свое сломал, как вот сердце тех ненавидян. Благословляйте проклинающих вас. Мы благословляли ее, хотя она нас реально проклинала. Благотворите ненавидящим вас. Нам как раз и не хочется творить этого блага, но, возможно, здесь вот такой момент, когда нужно с верой просто брать и начинать это делать. Вот просто выйти навстречу и сделать это. И гонящих вас. И дальше написано, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братья ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Смотрите, в чем совершенство Отца Небесного. Он делает вот эти вещи. Помните тот урок, который он говорил Ионе? Он говорит, послушай, я их вырастил. Вот эти 120 тысяч человек. Я их вырастил. И если ты хочешь называться совершенным, то принеси слово о милости для этих людей. В этом проявляется характер. Это очень интересно, друзья, что Бог, он, в общем-то, добрый, но он не добренький. У него удивительным образом соединены милость и суд. Вы знаете, что исторически Неневия, да, тогда она покаялась, но через сто лет Неневия была разрушена, потому что они снова вернулись в язычество, они снова начали служить своим старым богам. То есть в какой-то момент у них был просветление, но через определенное время они были уничтожены как народ и просто перестали существовать. Понимаете, да? То есть милость, она пришла со стороны Ионы, через Иону, вот такого несовершенного человека, раненого просто со всех, ну, все, что только можно было ранено в нем. Она пришла, Божья милость, но Бог его привел силой, как непослушного ребенка туда и заставил сказать определенные вещи. Но книга записана для того, чтобы мы поняли вот сердце Бога, поняли вообще, что происходит с точки зрения Бога, когда мы говорим о тех, кого мы ненавидим, тех, кто живет с нами и кого мы вообще не любим. Итак, мы видим, что милость, она превозносится над судом, но потом наступает суд Божий, если человек не меняет свою жизнь. Итак, Бог ожидает от нас, что мы станем вот этими каналами любви, потому что давайте будем говорить так, мы хотя бы пытаемся понять, что такое любовь Божия, правда? Мы несовершенные, как верующие люди, но мы пытаемся разобраться в этом. Так кто им расскажет, если не мы? Где они возьмут вообще образ Божий, вот характер, как они могут увидеть характер Божий, если не через нашу жизнь? Что они где-то в газете прочитают, в передаче какой-то научной посмотрят, не могут они там увидеть. То есть, да, мы несовершенные, да, мы можем иметь что-то в своем сердце, но при этом мы можем все же быть теми, кто пойдет и будет говорить о милости, теми, кто будет проводником Божьей любви. Во всем этом, друзья, это очень важно понимать, Бог хочет построить в нас свой характер. То есть, смотрите, осмысленное прощение, оно требует зрелости, правда? Когда Бог говорит, любите, это не то, что мы должны сразу же быть в чувстве вины, что вот я же не люблю, Боже мой, капец, какой ужас, все, сейчас я помру. Нет, но это, знаете, как направление, идите, любите, делайте, вот в ту сторону направьте свои усилия. Проявляйте, то есть, хорошо, мне не получается любить, но что мне надо сделать, чтобы научиться? Я понимаю, что мне надо построить свою веру, я должен внутри себя иметь крепкое библейское основание для того, чтобы проявлять любовь. Почему я их должен любить? Потому что в этом характер Бога, потому что я могу быть, да, вот таким, какой я есть, но я могу быть посланником Божьей любви. Как мне это делать? Мне надо приходить и для начала молиться за них, благословлять их. Потом, если есть какая-то возможность им помочь в чем-то, я постараюсь им помочь. Хоть меня и коробит, но я буду это делать, я буду расти, я буду переступать через то, что мне не нравится сейчас. Я буду учиться этой милости. Понимаете, да? Бог допускает, допускает таких людей у нас. И Яков, он говорит в первой главе со второго по четвертый стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». То есть, и там написано, если посмотрим в разных переводах, с радостью принимайте, когда вы впадаете в различные испытания. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. То есть, есть какое-то испытание, но оно тоже способствует нашему формированию. Посмотрите на это, на эти ситуации, на этих людей, как на возможность духовного роста. Да, я его сейчас не люблю, это твердыня, но я хочу это победить. Я буду искать пути. Я буду с одной стороны подходить. Если у меня не получится, я пойду с другой стороны. Но знаете что? Не бегите, как Иоанна. Не бегите от этой твердыни, как Иоанна бежал. Потому что Бог не бежит от этой твердыни. Бог хочет, чтобы там была явлена милость. Улавливаете, да? Бог хочет, чтобы вы пошли к этим людям и пытались говорить о милости Божьей. Показывали эту милость. Проявляли его. Пускай они знают, что вы за них молитесь. Да, у вас нет отношения, но пускай для начала вы хотя бы молитесь за них. Потихоньку, потихоньку. Я верю, что качество этих молитв будет другое. Что что-то будет происходить в вашем сердце. Что уже вместо желания смерти будет желание жить. Желание быть использованным Бога дальше. Итак, очень важно, друзья, также для себя реально задать вопрос. А почему этот человек себя так ведет по отношению ко мне? Вы знаете, я тоже столкнулся с этим. Бывает так, и довольно часто бывает, что все вот это приключение с взаимной ненавистью, оно потому происходит, что человек сам виноват. Улавливаете, да? Бывает такое, что мы сами что-то наделали в жизни человека, человек к нам плохо относится, мы говорим, он плохой, он плохо к нам относится. Но при этом мы не хотим реально сесть и подумать, почему он так себя ведет. Может быть, я его просто поставил в такие условия. Может быть, он кричит на меня непросто, а может быть, что-то с моей стороны. Иными словами, найдите вот такое вот какое-то спокойное место и помолитесь об этой ситуации. Боже, почему с моим отцом вот так все сложно? Давал ли я ему повод? По-честному. Если давал, значит, это, ну, как бы вопрос. Правда? Надо с ним разобраться. Если не давал, хорошо, бывает такое. Иногда говорят, знаете, что в конфликте всегда виноваты две стороны. Не всегда виноваты две стороны. Вы помните, что у Ишуа, который жил здесь на земле, было много конфликтов. Но мы не можем сказать, что он был в них виноват. Когда он приходил и обличал человека во грехе, это был конфликт. И с ним фарисеи и другие книжники, они не соглашались. Но это не значит, что он был виноват. Не значит. Бывают разные ситуации. Итак, попробуйте понять, что произошло между вами. Может, ваше поведение стало причиной такого отношения. Бывает так, что реально виноваты оба. И тот, и тот. И ты не можешь взять ответственность за другого человека. Но ты можешь попытаться что-то изменить со своей стороны. Послушайте, вы не можете за другого покаяться. Вам не надо брать вину на себя за все то, что произошло. Но за свое вы можете извиниться. И Римлянам 12, глава 19, 21 стих говорит. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Очень важно это понимать. Зло, оно нас побеждает. И мы можем побеждать его, делая добро против этого зла. И очень важно также, друзья, из практических моментов, советов, поговорить с этим человеком. Потому что обычно, когда происходит вот такая обида, мы, как и он, бежим в обратную сторону. Правда? Но иногда надо поговорить. Я это понял из своей жизни. И я понимаю, что просто реально надо это не забывать и надо делать. Когда-то я встречался с одним человеком, учился в одной библейской школе. Я помню, такая история у меня была. Учился с нами один парень. Хороший, верующий человек, но очень он был постоянно загружен. Вот он постоянно ходил в какой-то депрессии. Такое какое-то состояние, уныние такое внутреннее. Я тогда, начитавшись разных харизматических книжек, подходил к нему и говорил, «Давай, Игорь, что ты тут, вот такое вот это самое, Бог хочет радости в твоей жизни». И он ничего мне не говорил. Вот я его и так, и сяк, и просто уже в какой-то момент дошло до того, что я его просто уже вообще, знаете, вот так. Что ты там вообще недуховный такой, сякой. И так что он плакал от меня. Да, я не понимал этого, потому что я же проповедник радости. Ну, серьезно. Ты там давай, посмотри вверх, провозгласи, Господь побеждает там. Ты стоишь там, дьявол побежден. Ну, знаете, в добрых традициях этой самой харизматической церкви. И он в какой-то момент, слава Богу за него, он как-то подловил меня так, чтобы мы были один на один. Он говорит, я хочу с тобой поговорить, послушать. Он мне просто рассказал о причине своего уныния. Он говорит, я на самом деле имею очень сложную сейчас семейную такую проблему. Моя мама, он с какого-то там, не помню, с какого-то городка был. Он говорит, моя мама, она одержима, очень серьезно одержима. Бесы ее мучают так, что, ну, знаете, вот именно такая тяжелая форма одержимости выкручивает ее. Причем происходит это именно тогда, когда он за нее молится. Понимаете, да? То есть он приходит домой, он видит, что ее вот как бы несет. Он начинает молиться против этих бесов. Они ее так начинают сильно мучить, что она начинает кричать и говорит там, Игорь, перестань за меня молиться, потому что я сейчас умру. Ну, вот просто-просто вот так. И он перестает. И он просто раз и отступает, чтобы ей только больно не было. И это его сильно грузит. И он стеснялся этого. Он не мог говорить об этом с верующими людьми, потому что считал, что это как бы, ну, пятно на семью. Знаете, ну, кто хочет, чтобы, ну, все об этом, ну, как бы люди разные. Ну, вот он стеснялся. Я думаю, боже мой, почему я так вообще тупо себя вел? Почему мне вот не сесть для начала и просто спросить, что в твоей жизни происходит? Почему я сразу начал его учить, как надо радоваться, не понимая, что сейчас у него время, когда надо поплакать вместе с ним. Мы не чувствуем этих моментов. И мы вот имеем вот такое разделение с людьми. Иногда нужно просто сесть и спокойно поговорить. И стать этим каналом Божьей любви. И я реально говорю, прости, я виноват перед тобой, очень сильно виноват. Я грешил перед тобой, готов каяться перед всеми, потому что я тоже грешил перед всеми. И вы знаете, что в его жизни она начала меняться потихоньку. Вот что-то, вот эта стена разделения, она как бы разрушилась между нами. И мы начали совместно молиться за его маму. Я видел, что, да, проблема не решалась. Мы потихонечку, он начал открываться. Он понял, что это на самом деле проблема, которую надо решать совместно, совместными молитвами. И он, ну, как бы начал так говорить, давайте уже всем будем молиться об этом. Давайте, кто может поститься за это? То есть совершенно другой дух пришел в наши взаимоотношения. И когда мы заканчивали наше обучение, это был совершенно другой Игорь. Проблема оставалась. Но внутри начала приходить вера. Внутри начала приходить та радость, к которой я изначально его призывал. Но эта радость была не надуманная, не искусственная, да. А именно реально от осознания того, что есть братья и сестры, которые с тобой рядом молятся за твою проблему. Милость. Милость. Легко сказать, будь веселый. Послушайте, ну не так просто человеку быть веселым. Есть слишком много вопросов, которые в жизни, ну, у нас есть. Поэтому иногда надо спросить, что с тобой происходит. Возможно, надо поплакать с ним, возможно, надо ободрить, возможно, нужно принести какое-то слово. И еще раз, смотрите. Люди, люди, которые поступают несправедливо в нашу сторону, они всегда будут. Так устроен мир. Но очень часто они делают таким образом, потому что они просто не научены милости Божией. Они не научены поступать правильно. А мы, как верующие люди, которые уже что-то знают, можем поступить лучше. Мы можем стать теми, кто принесет им благую весть, кто принесет им слово о милости, если мы не убежим от них. Если мы не убежим, потому что часто они как раз вот те, которые не могут в духовном мире отличить левую руку от правой руки. Ну, как он может отличить, если он всю жизнь пил? Он потомственный алкоголик. Как он может быть хорошим отцом? Понимаете, да? Если она, мама та же, она тоже, она никогда не уважала мужчин. Она видела, как ее мама не уважает своего мужа, как бабушка не уважает своего мужа. А если она родилась вот в таком вот неуважении, как она может быть вот вдруг ни с того ни с сего вот такой любящей женой? Это не так просто, потому что есть определенное прошлое, да? Есть то, что было насеяно в жизнь, построено в жизнь. Поэтому здесь нужна милость, друзья. Реально, здесь нужна милость. Итак, очень важно поговорить с человеком. Знает ли он, что он грешит перед вами? Потому что, возможно, он не понимает этого. Если он, вот знаете, написано так, что на глупого сто розг не действуют, а на мудрого человека один выговор действует. То есть, я вам скажу, что в церковной дисциплине это так и происходит. Есть люди, для которых достаточно одного разговора. Человек встал и сказал, простите, я просто понимаю, что я реально виноват. Для другого недостаточно. Он не мудрый, он не учится, он глупый. И здесь нужны розги. И то неизвестно, получится или не получится. Итак, мы видим, что апостол Павел, он был верующим также человеком до того, как он встретился с Ишуа. Он преследовал верующих людей. Верующий, который преследует верующих в Ишуа людей. Интересно он говорит о своей жизни. 1 Тимофея, 1 глава, 12-14 стих. «Благодарю давшего мне силу Ишуа Мессию, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик». Видите, как он говорит о себе? Кем я был? «Но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего, Иисуса Христа, открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Он говорит, послушайте, я был гонителем Церкви Христовой. Но я делал это так, потому что я не знал. Я не знал, что есть Христос. Я думал, что это заблуждение. Вы знаете, что я думаю? Что это, возможно, будет вот его покаяние, это результат молитвы тех верующих, которых Павел кидал в темнице. Возможно, они молились за него, как за гонителя. Возможно, они благословляли его, как гонителя. Возможно, они сеяли какое-то слово, когда он судил их. И Бог включился в эту ситуацию. Да, действительно, не все люди покаются, которые творят вам зло. Но в некоторых ситуациях Бог приходит, как судья, как он пришел в Неневию, так он пришел в жизнь Павла. Вы помните, да, в один момент он является и говорит, тяжело тебе, Павел, идти против вражна. Да? Не справляешься ты со мной. Он говорит, кто ты? Я ишу, о которого ты гонишь. И все стало на свои места. Вы помните то потрясение, которое пережил Павел? Бог вмешался в эту ситуацию. Я верю, что это произошло по молитвам верующих людей. Вы помните, как он дальше начинал служить, и все удивлялись и благословляли Господа. Потому что если Богу угодны пути человека, то и врагов он примеряет. Я хотел бы, чтобы мы верили в это. Итак, смотрите, нам очень-очень важно никогда не переставать учиться прощать. Друзья, я понимаю, что многие твердыни, они огромные и они очень старые, они очень болезненные. Но я призываю вас не убегать, как и он, куда-то, просто чтобы его в мои глаза не видели. Я призываю вас приходить в жизнь этих людей и начинать говорить о милости. То, если не вы, они в темноте. Написано, что поступая так, мы будем поступать так, как поступает Отец Небесный. Его дождь, он покрывает всех людей. И злых, и добрых, и верующих, и неверующих. Милость есть для всех. Благодать, которая покрывает весь этот мир, она приходит в жизни всех людей. Поэтому не переставайте учиться прощать. Не переставайте учиться побеждать эти состояния. И сегодня, друзья, у меня есть сильное желание помолиться за тех людей, кто реально понимает, что есть сложности в сердце. Что есть те люди, которые, ну вот, что вот он близок, что вы близки к состоянию Ионы. Я верю, что сегодня время отпускать таких людей на свободу. Друзья, реально. Я хочу также помолиться за вас. Если вы понимаете, что вы обидчивый человек, что для вас вот так вот легко просто организовать обиду какую-то, держать ее годами и построить из какой-то ерунды башню неприступную и непонятно что. Я хочу, чтобы ваши сердца пришли к свободе. Чтобы те взаимоотношения, которые были очень долго разрушены с вашими близкими, с вашими родными, с соседями, какими-то старыми друзьями, чтобы они были исправляемы. Я хочу помолиться вместе с вами за тех врагов, которым вы желаете смерти или которым вы желаете какого-то такого, ну чего-то такого страшного. Я понимаю, что вы не скажете об этом. Но вот те, от кого вы мучаетесь, я хочу помолиться вместе с вами. Друзья, давайте мы будем расти в вере. Давайте мы будем поступать так, как Бог ожидает от нас. Это сложно, я понимаю. Но если мы не начнем это делать, то кто? Если мы не разберемся со своим сердцем, то зачем нам умирать? Зачем нам умирать? Итак, давайте мы встанем на наши ноги и если вы понимаете, что вы тот человек, кому нужна молитва, я прошу о том, чтобы вы вышли сюда. Я не прошу, чтобы вы озвучивали какие-то вопросы вашего сердца. Но если вы осознаете, что вам нужно, приходите сюда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok